В Петербурге установили рекорд по самому массовому перетягиванию каната в национальных костюмах. В состязании участвовали около тысячи человек, а результат зафиксировал представитель Книги рекордов России. Необычным соревнованием в парке «Озеро Долгое» открыли фестиваль «Славянская ярмарка». На три дня его пространство превратили в настоящий город, где воссозданы быт и культура славян. Гостей угощают национальными славянскими блюдами, а концертную программу первого дня открыла группа «Белорусские песниры». Шестой раз проводится такой праздник, и здесь представлены культуры многих славянских народов. Это всегда вызывает оживленный интерес у людей, все подходят, знакомятся с продукцией, общаются. Я думаю, что в канун такого замечательного нашего государственного праздника, как Дня России, это очень хорошее событие. У нас присутствует сегодня 20 представителей из различных регионов Российской Федерации, 43 художественных коллектива, более 50 мастеров и ремесленников, которые демонстрируют свое мастерство и показывают все то, что в древности, в средние века наши пращуры, что они делали, какие ремесла, кузнечное дело. Настоящий праздник, праздник, который, слава Богу, зародился в Приморском районе. Есть такая нерушимая дружба славянских народов. Она была, есть, она и будет всю жизнь. Народы будут дружить, народы добрые, дружные, работоспособные, трудолюбивые славянские народы. Фестиваль продлится до 13 июня. Известные исполнители будут выходить на сцену каждый день. Запланировано выступление Сергея Трофимова и певицы Хеловисы. Субтитры создавал DimaTorzok